У меня есть очень провокационная тема. Наша следующая называется «Бен Сурер-Умуре». Сын непослушный и буйный. Буйный мне нравится больше, чем строптивый. Значит, известны высказанные мудрецов, которые сказали, что Бен Сурер-Умуре его вообще не было. Такого не было. Да? Теперь дальше. Что про него сказано? Что он не слушающий голос отца и матери. Персонаж, не существующий физически. Ой, извини, Натан. Если уж ты привел мнение одного мудреца, который сказал, что такого не было, приведи мнение другого, который сказал, что я сидел на его мобиле. Раби Йоси Галиле сказал «было», Раджби сказал «не было». А самый интересный ответ, что в Иерусалиме такого не было, потому что они кушали мясо. А в других городах было. Окей, ну давайте согласимся с тем, что это редкое все-таки явление. То есть в еврейской семье это редкое явление. В еврейской семье редкое явление. Правильно? И чтобы так ребенка прямо выводили и как бы забивали, и все, но как бы не все время встречается с такой историей. Окей, теперь дальше. Мой вопрос к аудитории. В чем релевантность этой истории для нашего дня? Все. А у слова «море» в то время совсем не было значения «учитель»? Раз Илья нам объяснял, похоже, что нет. Эти и слова тоже, которые в современном иврите, «сорер» для непослушного и буйного я не встречал вообще такого. «Море» тоже непонятно. То есть с точки зрения грамматики, это тоже из ряда вон выходящая вещь. Но тем не менее, тем не менее, да? Вопрос. Да? Вопрос. Из этой странной истории, странной истории, какой вывод мы можем сделать для себя? Что мы можем понять? Что это нам, что нам это может дать? Дим, одну секунду. Кто-то хочет сказать из тех, кто еще не выступал? Мейер. Мейер Брук из Нью-Йорка. Мейер Брук из Нью-Йорка. Не знаю, молчит. Кто-то что-то хочет сказать? Окей, Дима, пожалуйста. Из этой заповеди теоретической выводится 4 урока педагогических. То есть у нас и заповедь теоретическая, и уроки педагогические. Смотрите, первый педагогический урок. Сынок, которому 13 лет исполнилось, и еще не исполнилось 13 лет и 3 месяца. То есть, скажем так, мужчина в самом расцвете. Он уже при жизни разбазаривает имущество отца. Воровство у близких приведет к ужасу в будущем. Так сказал очень уважаемый американский рабин. Это первый урок. Мы должны смотреть на поведение молодого человека. Второй урок. Он только что прошел бар-митцву, и до этого поступки все его были детские. Именно сейчас для молодого человека надо обуздать свое животное начало. Это второй урок. Третий урок родительский. Родители должны быть идеальными родителями. Они должны говорить одно и то же. На это намек есть в тексте. Никакого лебеда, рак и щука. То есть родители неправильно воспитали сына. И это тоже намек отсюда. И четвертое. Изучение этого закона мальчиком уже является профилактикой от преступления. Четыре урока практически. Окей. Все? Окей. Я, если будет позволено, я хочу добавить и сказать. Как бы вот то, что я слышал, мне это очень понравилось. Смотрите, в самом стихе на самом деле есть ответ, ну хотя бы частичный ответ на то, что я спросил. В чем описывается главная проблема? Его главная проблема, читаю пасук, не слушающий голоса отца своего и голос матери своей. На современном языке мы это определяем. Отсутствие правильной коммуникации. Либо они с ним вообще не разговаривали, либо они говорили то, что он не понимал. Я не специалист как бы в педагогике, да? У меня, слава богу, что были живы и здоровы. У меня четверо детей, внуки, пятые, десятые, да? Ну я совершенно не педагог, так по жизни как-то, ну вот воспитывали, все, окей? Но вообще я слышал, да, что одна из самых главных проблем сейчас это отсутствие коммуникации. Дети находятся бесчисленное количество времени с телефонами, в интернетах, в социалке. Где вы хотите? Разговоры между поколениями, мало того, что существует проблема отца и дети, она всегда существовала. В наше время проблема коммуникации это суперпроблемы. И получается, что отсутствие правильной коммуникации может привести к тому, что ребенка потеряют. Окей. Кто-то что-то? Алло. Тишина. Надо бы сразу видеть, да. Я, в общем, все совершенно реально, это очень замечательное соображение, оно действительно проходит через всю Тару, я думаю. Начинается с того, что Адам не разговаривает с Хавой, Каин не может нормально разговаривать с Гевелем и так далее, и так далее. И, в общем, там почти такая же ситуация, которая, конечно, не доходит до... Да, очень может быть, кстати, то, что приходит в голову, главный девиз, главная мота, главное обращение Всевышнего к народу Израиля. С какого глагола начинается? Шма. А, Исраэль, шма, прежде всего, слушай, коммуникация. Без коммуникации невозможно ничего. Окей? Да, но я просто не готова с тобой согласиться, что современная технология, она ухудшает коммуникацию. Я, например, в своей семье это не вижу, подозреваю, что ты тоже не видишь. Наоборот, это облегчает в каком-то смысле связь. Она строит новые каналы какие-то. Ну, действительно, люди пишут смс-ки, люди говорят через Zoom, например, как мы сегодня. Да, и довольно странную историю без оценки расскажу. Как у девочки там кто-то погиб, неважно кто, и пришли ее подруги к ней на Шиму, утешать ее. И все они сидят, уткнувшись в телефоны. А потом кто-то подошел к одной из девочек, говорит, что же вы с ней не поговорите? Что же мы все время сидим с ней и разговариваем? То есть им тяжело говорить прямо в такой ситуации напряженной Шиме. И они переписываются через телефон, но они все здесь, они как бы рядом. Не, да, я говорил про такое вообще. Но, Бесседер, идея понятна. Нет, я хочу сказать, я как человек оптимистичный, считаю, что бывают спады, но, в принципе, мы продвигаемся к лучшим коммуникациям, чем было. Да, мы продвигаемся к лучшему, но так, off the topic называется. Смотрите, я не знаю, насколько вы знаете, Израиль все время потрясает некоторые истории, такие бытовые, житейские, но они не сходятся, как бы, называется, с первых полос. У нас произошла школьничная история, да, это называется изнасилование в Айлате. Совершенно адекватные, нормальные подростки. Да, их там толпа была... Адекватные? Как это, ну, скажи, ну, так рассказывают их родители, 14, 15, 16 лет. Они полтора часа насиловали одну несчастную девочку, которой было 16 лет. И все спрашивают, как такое может быть? Чудовищно. Это может быть перед общим, потому что отсутствие коммуникации им никто не объяснил. Никто не объяснил, что такое, в принципе, не может быть. Вот тебе пример, пожалуйста. А по телефону они все говорят друг с другом, нет проблем. Лучше, чем мы. Не-не-не, Натан, ну, не надо. Это ужасная история совершенно. Это кошмар, который нам это... Окей. Но это всегда... К сожалению, это не первый случай в истории. Да, но это не преступники, это не преступники, это не война, это не солдаты. Да, да, но это... Ой, послушай, это действительно порог воспитания, порог системы образования. На самом деле, между прочим, тот отрывок, который мы здесь разбираем, он как раз это и говорит. Он ставит нам очень, так сказать, жесткую границу. Он говорит, смотрите, все может кончиться очень плохо. Поэтому родители, это в некотором смысле должно как бы... Мобилизовать, да. Мобилизовать, да. Продолжение следует... Продолжение следует...